И может быть это ему неудобно, когда хочется сказать, может быть, извините, даже какое-то крепкое словечко, но он будет сидеть и молчать, потому что тут же это будет схвачено и выложено средство массовой информации. Вопрос в том, что непосредственно корреспондент не будет слышать самого обсуждения. А вот скажите, а зачем оно нужно? Вырвать язык представителям СМИ, не следя за своим. Именно так на прошлой неделе решили депутаты городской думы. По сути, хоть это даже и не смешно, но отсутствие возможности выражаться, как хочется, может и матом, стало камнем преткновения между народными избранниками и журналистами. В борьбу за свободу слова вступило несоблюдение закона о защите прав СМИ. Констатировали это сегодня представители краевой прокуратуры. По итогам проверки региональное надзорное ведомство пришло к выводу, что в данном случае были нарушены законы о средствах массовой информации и об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоправления. По нашему мнению, в данном случае, во-первых, ограничивалась свобода, как таковая поиска получения и распространения информации и не соблюдались установленные обязанности открытости органов местного самоправления, в частности, обязанности обеспечить доступ к заседаниям коллегиального органа, органов местного самоправления. В адрес председателя городской думы Андрея Ядричинского сегодня было направлено предостережение, в котором говорится, что действия депутатов противоречат всем законодательным нормам. Согласно статье 1.48 закона Российской Федерации 28 декабря 1991 года о средствах массовой информации не допускается ограничение в поиске, получении, производстве и распространении массовой информации. В случае аккредитации журналист приобретает право присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых аккредитовавшими его органами. Впрочем, некоторые представители городской думы уверяют, они не имеют ничего против СМИ. Более того, в случае переголосования готовы изменить свое решение. Ну, тут такой момент. То есть, возможно, я допускаю, да, что юридический вопрос, да, с юридической стороны этот вопрос, возможно, был не до конца проработан, да, специалистами в думе. Вот. Я считаю, ну, мы решили с моим коллегой, с моей фракцией Максимом Машиновым, что если этот вопрос будет поднят, да, то мы, в принципе, совершенно не против, да, того, чтобы СМИ присутствовало на комитетах. Но с некоторыми оговорками хотелось бы это видеть. То есть, например, подается список за день, да, до заседания комитета, в котором указываются люди конкретно, да, кто будет, вот, то есть на заседании из журналистов, вот, чтобы, возможно, где-то знать, с кем потом обговаривать, какие-то нюансы, да. Самое интересное, что узнать мнение самого автора запрета, Евгения Ирилова, не представилось возможным. Как сообщили в администрации городской думы Читы, чиновник отсутствует на рабочем месте. Где проводит свое рабочее время глава города неизвестно, пресс-служба не комментирует ни один из вопросов журналистов. Дарья Калинина, Ника Новак, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.